Добрый день, зрители Максима ТВ. Лето уже закончилось, но это не повод расстраиваться. В сентябре нас ждет много всего интересного, но о первых событиях сентября сегодня рассказываем мы Анна Мельникова и моя соведущая Юлия Жемчуг. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, с самой горячей новости этого сезона. Это реконструкция центрального московского ипподрома, что мы уже знаем о реконструкции, что на месте СМИ точно не будут возводиться жилые здания. СМИ останется ипподромом, и после реконструкции, которая, по словам Дмитрия Зайцева, руководителя Росипподромов, начнется осенью 2023 года, сохранится 1140 мест для постоялошедей. Ну, а я, в свою очередь, побывала на центральном московском ипподроме и поговорила с постойщиками, частными владельцами и работниками ипподрома. И что мне удалось узнать, давайте посмотрим в выпуске, что об этом говорят люди непосредственно причастные. Сегодня мы приехали на московский ипподром, чтобы узнать о частных владельцах и непосредственных постойщиков здесь, о ситуации изнутри и что их волнует, мы спросим лично. Представьтесь, пожалуйста, кто был первый в палеологии? Я, конечно, Лариса, мастер на язык московского ипподрома. Коневладелец и тренер. А вы? Хорио Мария, тренер, наездник, бригадир в 10-ом утренном отделении. Коневладелец тоже. Понятно. Лишина Ирина Александровна, коневладелец социального московского ипподрома. Мы к вам приехали, потому что знаем о том, что 30 сентября у вас стоит срок, когда вы должны съехать. И хотим узнать, что именно вас беспокоит в этом проекте грядущей реконструкции. Скажите, пожалуйста. Ну, не совсем правильно мы говорим. 30 сентября срок, когда первые тренер-отделения должны переехать с одних строений, из одних строений в другие. А что под этим понимается? Одно строение и другое? Ну, должны освободить. Получили уведомление прокатные верховые скаковые лошади, которые должны до 30-го покинуть территорию ипподрома. А рысаки, стоящие со стороны КПП номер 3 вдоль железной дороги, значит, те конюшни должны будут переехать на освободившиеся места суда. Уже арендное отделение получили такие бумаги. Правильно ли я понимаю, что сначала просят съехать те, кто частные владельцы, которые не имеют последствия отношения к самому ипподрому, как вот в структуре? Значит, сейчас должны покинуть ипподромы. 30 сентября, как у нас считается, непрофильные лошади, которые занимаются прокатом, и скаковые, которые, ну, которые заканчиваются сезоны, которые уезжают. То есть это как бы считается безболезненно для ипподрома. Вам помогают в переезде, предлагают какие-то площадки? Пока вот я, мое отделение не входит в число тех, которым уведомление дали, но это пугает еще больше, потому что не говорят ничего и непонятно вообще, что ожидает нас. Вы схожи считаете, правильно? Вы понимаете, в чем дело? Похоже, вот мы же знаем, мы как, я как-то не владелец и своим мастером-наездником, мы со своими лошадьми ездили и в Саратов мы ездили, да, и в Раменске мы ездили. Мы прекрасно знаем, что там состояние тех ипподромов куда в разы хуже того, вот этого ипподрома, центрального московского ипподрома, который нуждается. Вот он нуждается, а там еще хуже. И получается то, что официально, говорит директор ипподрома, то, что он предлагается, пожалуйста, уезжайте, сами уезжайте, он у вас там, у нас там 16 ипподромов, он входит в систему Росиподрома, вам открыто все, Ульяновск, пожалуйста, уезжайте, да, тот же самый Раменская, да. То есть мы должны все, во-первых, все это делать за счет собственных средств, помощь, понятно, никто не предлагал, и предлагается те ипподромы, в которые условия, то есть там практически невозможно, кстати, да, но дело даже не в этом, а дело даже в том, что, например, например, Саратовский ипподром, там вообще они только у них бегают только летом, по-моему, да, а зимой у них они вообще не проводят бега, он закрыт для бегов. Нет, ну давайте начнем с того, что будут у них там бега, не будут у них там бегов, там мест нет. Ни на одном из ипподромов мест нет. Есть 10 мест, 15. А вы, как, естественно, не просто частные владельцы, которые едят верхом, там, конкурс выездка, вам, естественно, нужны определенные условия для бегов, для тренировок, вы не хотите терять навыки, терять сколько, 2-3 года обещают реконструкцию? Три года. Дело-то не в навыках, а дело в том, что лошади, которые сейчас рождаются, лошади, которые сейчас уже тренируются и готовы, они потеряют площадку для испытаний. Это самый большой вопрос, который вас волнует, что вы теряете года тренинга людей и лошадей. Года уступления. Мы лошади теряем, они просто из обоймы выпадут, и мы что будем делать в это время? При этом вы не против реконструкции, вы понимаете, что ситуация действительно того требует. Реконструкция нужна обязательно. Как вы видите эту ситуацию, вот с вашей позиции, какой она должна быть? Скажите нам, пожалуйста. Ну, мы предлагаем провести поэтапно. Конечно, возможно, она более тяжелая технически, но опять, нашу техническую территорию, где именно рысаки находятся, рысаки и скаковые лошади, можно поэтапно провести ремонт капитальной конюшен. Ну, это наше предложение, например, да. И постепенно переселять, то есть, ну, то есть, сначала соподили одну часть и подробно отремонтировали, людей переместили в другую часть и подробно. Потом их вернули на прежние конюшни, переместили в следующие. И таким образом сделать, ну, как капитальный ремонт. Потом приостановка, например, вот испытаний на три года, да, оно очень сильно ударит по заводам. Уже сейчас вот провели аукционы, на которых лошади действительно племенной ценности высокой продавались просто за копейки. Ну, не все, конечно. А сколько не продано хостов? И не продано больше. То есть, это уже пошел удар по заводам. Еще даже люди не уезжали отсюда. Нам прислали приказ накануне аукциона, что нельзя заводить полуторников. То есть, люди вообще, вот просто... Полуторники. Это... Кто такие полуторники? Полуторники – это лошади молодых, в самом начале периода тренинга. Именно которые продаются на аукционах. Понимаете? То есть, все, аукционы не имели смысла. Аукционы – это дорогостоящие вообще мероприятия, конный завод, то есть, готовиться к нему. Целый год. Целый год, да, они растят и готовят, да, к аукциону. Вот. И представляете, такой приказ. Соответственно, все, это под удар. И вот 4 августа на встрече с Разиным, замминистра сельского хозяйства, там вот один из директоров Московского коммунезавода, он сказал, конечно, как же так, что это за приказ. Да. И сразу же приказ обменили. Но это не спасло аукцион. Что я хочу отметить по поводу своей поездки на ипподром, что люди совершенно не против реконструкции. Действительно, если посмотреть на фото, видео, которые выкладываются в соцсетях, она необходима. Она, эта реконструкция, необходима. Соответственно, люди не против, они за. Но что они просят? Пожалуйста, не выгоняйте нас с ипподрома, потому что мы потеряем 2-3 года и потеряем свои навыки, потеряем учеников, потеряем, соответственно, свои наработки. Они просят их оставить, оставить их в всех зданиях, которые, возможно, реконструировали, переместили их в реконструированные, сделали следующий этап. Чтобы делать все поэтапно, не выгонять всех подряд. Ну, надеюсь, они будут услышаны, а мы переходим к следующим новостям. 31 августа в России принято праздновать День лошади, и в Центре конно-спортивного образования праздник отметили с размахом. Со 2 по 4 сентября в Центре прошли выводки спортивных лошадей, племенных лошадей, также соревнования по выездке и конкуру. Интересный факт. Победителем выводки среди лошадей старшего возраста стал конь по кличке «Пломбирный десерт». Да, очень вкусная кличка. Эта же лошадь стала победителем среди 6-летних спортсменов. Аня, расскажи мне, пожалуйста, как вообще принято называть лошадей? Потому что иногда бывают такие клички, которые, ну, как «Пломбирный десерт». Откуда это взялось? Какие правила по именам? На самом деле на эту тему можно написать энциклопедию, как мне кажется. И, кстати, статьи мы уже писали на сайте Максима Эквиспорт. Тоже интересно зайти посмотреть. Правила совершенно разные. Обязательно должны присутствовать клички отца и матери. Обязательно должна присутствовать, да, первая буква отца и матери в кличке лошади. Также часто прибавляется, например, в конце клички какая-нибудь приставка. Например, «Пломбир лог», пусть будет так. Это значит, что лошадь рождена на Локотском конном заводе. Ну, а в европейской практике это еще более интересная тема, потому что прибавляются названия хозяйств, прибавляются титулы, которые даются национальными федерациями или даже фондами. Словом, очень интересная обширная тема. Ну, а про клички лошадей мы обязательно приложим внизу ссылку, чтобы вы могли почитать более подробно. Продолжим говорить о соревнованиях. Победу в самом сложном тесте по выездке малом призе одержала Анна Аверина на лошади по кличке «Бурбон Голд». Диана Корнилова в паре с кобылой по кличке «Рада» сильнейшая в маршруте 130 см, также самой сложной конкурной программе дня. А теперь давайте поговорим про регионы. Аня, расскажи, пожалуйста, что же в этот момент происходило у нас в регионах? Предлагаю переместиться на Урал. В Пермском крае прошли всероссийские соревнования по конкуру по группам А, Б и Ц, также соревнования для спортсменов категории «Дети» и «Юноши». Победы в соревнованиях по группам А и Б одержала ведущая уральская всадница Дарья Трофимова. Победу в группе Ц одержала ее ученица Александра Аникина. Всадница выступала на пятилетнем жеребце по кличке «Графсон Гуччи». Расскажи, пожалуйста, а вообще у нас спортсмены, которые выступают, такие как Дарья Трофимова, они тренируются? У них есть своя группа учеников? Да, как раз Александра Аникина является ученицей Дарьи Трофимовой. И мне кажется, для Александра это очень классная мотивация, потому что перед ней очень крутой пример. Дарья Трофимова выступает на маршрутах топ-уровня, выступает на чемпионате России, выступала на чемпионате России. То есть это классный пример, за которым можно тянуться. Я знаю, что у тебя, например, твой тренер тоже является практикующим спортсменом. Расскажи, мотивирует ли тебя это? Конечно, мотивирует. Вот из недавнего у нас было, мы как раз были в Хорсике, у нас были соревнования, абсолютно параллельный старт. У меня тренер Мария Песова, у нее проходили соревнования на боевом поле на большом конкурном, а у меня на малом конкурном. Но разминались мы параллельно. И она тренируется у себя, там разминается, прыгает барьеры. А я в этот момент у себя поле поделено пополам, и она мне кричит через поле, что нужно делать. Это было тоже очень забавно. Вот такой вот параллельный спорт. Ну и опять же, это очень хорошая практика для спортсменов, когда они смотрят на ошибки своих учеников и на самом деле замечают их за собой. Поэтому это вин-вин. Каждый выигрывает от этой практики. А теперь вернемся к результатам соревнований в Пермском крае. Также прошли соревнования для спортсменов категории «Дети» и «Юноши». Среди детей победа в абсолютном первенстве досталась юной всаднице из Свердловской области Дарьи Замятиной. В категории «Юноши» победу одержала Ульяна Паврос. Что мы все о конкуре, да о конкуре? Давайте поговорим о выиске и уделим ей не меньшее внимание. Конечно, тем более на прошлой неделе прошло сразу два турнира по этой дисциплине конного спорта. Соревнования по выиске прошли сразу на двух площадках – в конно-спортивном комплексе «Отрады» и в конно-спортивном комплексе «Новый век». Начнем с «Отрады». Победительница спартакиада сильнейших Мария Шувалова показала, что сохраняет свою боевую форму. В паре с Алюмжино Файма Скроуз всадница заняла первые места в Большом призе, переездке Большого приза и кюре Большого приза. В Новом веке разыграли сразу два Кубка Москвы в Малом и Большом кругах. Алена Мастеница и Принц Софир стали сильнейшими в Малом круге, показав высокие результаты в Малом призе, Среднем призе и кюре Среднего приза. Михаил Чадин и 13-летний Арумс заняли первые места в Большом призе и переездке Большого приза и выиграли Кубок Москвы в соответствующем зачете. С 15 по 17 сентября пройдет чемпионат России по выездке в конно-спортивном комплексе «Новый век». И, конечно же, приглашаются зрители. Приезжайте, будет очень зрелищно и красиво. Ну и, конечно же, мы не можем оставить без внимания ту ситуацию, которая недавно произошла в Ливаде, а именно там случился пожар. Аня, скажи, пожалуйста, каков итог? Все же спасли? Да, все лошади в порядке. Как я знаю, спасли большую часть амуниции. Пострадавших нет. Пожарные расчеты сработали так же хорошо. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Надеемся, что впредь такого не повторится ни с одним конно-спортивным комплексом. Ну а в эти выходные нас с вами ждет не менее завораживающее зрелище, а именно дни конного спорта на ВДНХ. Два дня в субботы и воскресенье, 10 и 11 сентября. Приглашаем вас на ВДНХ, где пройдут маршруты большой высоты, 150 сантиметров. Приедут лучшие спортсмены нашей страны. Ну а помимо этого вас также ждут дети на понях. Это всегда очень зрелищно и азартно. И еще много-много конных шоу. И обязательно будет трансляция на Максима ТВ. К чему еще можно подключиться на Максима ТВ? Здесь в Максима Парк пройдут соревнования по троеборю 10 числа вечером. Не забудьте подключиться к трансляции ночного Кубка Кюров. Словом, неделя будет еще более насыщенной, мне кажется, чем предыдущая. Будьте в курсе, будьте с Максима ТВ и, конечно же, смотрите новые выпуски Максима Обзора. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok